Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». В преддверии Международного дня защиты детей мы решили пригласить в студию Владимира Анатольевича Никешкина, руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области. Здравствуйте! Итак, вы можете рассказать, в каких направлениях Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области работает для того, чтобы защитить юных рязанцев? С учетом специфики работы Следственного управления, да, у нас своеобразная форма защиты юных рязанцев. В соответствии с положением о Следственном комитете, с законом о Следственном комитете, мы наделены полномочиями и обязанностью расследовать преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних. Это категория тяжких и особо тяжких преступлений. Как и те преступления, которые сами несовершеннолетние совершают, тоже это исключительно компетенция работы Следственного комитета. Поэтому даже исходя из этих задач, мы проводим большую работу для того, чтобы профилактировать эти преступления и предотвращать в будущем какие-то в отношении детей посягательства. Я думаю, что все знают, что самая главная профилактика – это обеспечение неотвратимости и наказания за каждое совершенное преступление. Поэтому если будут все эти преступления раскрываться, то и у нас эта главная профилактика будет соблюдена. Вы могли бы описать какую-то статистику в области раскрытия преступлений, которые совершаются именно в отношении несовершеннолетних? Тенденции, они меняются. Если в прошлом году за 4 месяца было совершено в отношении подростков 150 преступлений, то в этом году уже 127. То есть статистика такая плавающая, и зависит она от разных причин и разных ситуаций, в том числе и связанных с экономической ситуацией, которая сейчас у нас в стране. Потому что подростки, как правило, в структуре преступности совершены наиболее часто это кражи, грабежи, разбои. Это вот именно если подростки совершают какие-то преступления? Да, и в отношении их также совершаются. Ну, в отношении, самая большая доля в отношении их совершаются половые преступления. Это примерно третья часть. А как вам удается вообще выявлять все эти преступления? Что вам помогает? Везде по-разному. Вот, к сожалению, если копнуть проблемы глубже, то у нас раньше ситуация с подростками была постоянно на контроле у руководства всей страны. То есть была четко выстроена система воспитания. Пионерия, комсомол, партия. Сейчас эта система, она как-то утрачена. И сейчас становятся новые формы, вырабатываются работы с подростками. Сейчас очень много детей вовлекаются в общественно полезную деятельность путем создания кадетских классов, иноармейцев, различных таких общественных других организаций, волонтерских организаций. Эта система, она нуждается в совершенствовании. Я сам помню, когда мы были в строительных отрядах, строятряд так называемых, нам каждый год давали 3-4-5 подростков, трудных подростков, которые вместе с нами работали летом, вставали там в 6 утра, работали до 9 вечера, и они вместе с нами получали такую же зарплату. Хотя работали, конечно, меньше, с учетом их возраста, состояния физического, но они все те, кто с нами работал, они потом стали нормальными подростками, они были вовлечены в общественную полезную деятельность, и они стали нормальными, хорошими детьми, и справились. Им нужен пример. Надо каждому подростку пример для подражания, это первое. А второе, его надо вовлекать. Отвлекать от каких-то сложных проблем, отвлекать от улицы, от пагубных каких-то привычек, и все остальное. Тогда будет здорово. Поэтому у нас в следственном управлении есть телефон доверия, куда можно позвонить любой подросток по телефону 1-2-3 и высказать свои проблемы. И высказать то, что наболело у него, что ему мешает жить. И я думаю, что это очень может иногда сыграть хорошую роль. Как вы вообще общаетесь с детьми? Они не боятся вас в форме таких серьезных? Я считаю, что очень много зависит от того, как ты умеешь находить ключик к детям. Если ты умеешь жить с ними и существовать с ними на одной волне, разговаривать на одной волне, разговаривать надо как с ранами. Дети, они взрослые люди, они понимают так же, как и мы. У них другие какие-то ориентиры бывают. Ну, там много факторов бывают. А они нормальные люди. Они нуждаются в постоянной поддержке, они нуждаются в опеке, нуждаются в хорошем примере. Мы в прошлом году при поддержке губернатора, при поддержке всех органов власти и управления организовали акцию по посадке деревьев. То есть 75 лет победы, 75 деревьев в каждом районе, в каждом городе, в каждом районном центре. Там было подростков. Как минимум у каждого дерева был подросток. У каждого дерева там было доложестное лицо. Там ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда. Понимаете, вот вроде... Вот обычно акцию, ну, посадили деревья. А ведь какой смысл? 75 деревьев, 75 воинов, которые там дали нам свободу, дали нам возможность жить в свободном государстве. И мы не просто... Мы не просто их посадили и забыли. Мы сейчас проводим ревизию этих всех посадок. Мы будем все эти годы, пока они не вырастут, и деревья вместе с детьми, приходить, ухаживать, там, поливать и смотреть. А это элемент париатрического воспитания. Это чувство локтя. Это пример для подражания. Я знаю, что у следственного управления есть подшефное учреждение еще. Вы работаете с детками, которые живут в детских домах. Вот расскажите о том, как происходит работа у вас. Мы не можем, к сожалению, на постоянной основе с ними встречаться. У нас мы можем какие-то иногда с праздниками подарки принести, послушать их, провести между ними конкурсы. У нас же много конкурсов проводится там по борьбе с коррупцией. Сейчас мы объявляем конкурс по борьбе с коронавирусом. Это как выглядят эти конкурсы? Ну, в виде мы объявляем, допустим, кто лучше стихотворение напишет, допустим, кто лучше картинку нарисует. Мы проводим с ними беседы, лекции. Это определенная категория людей, которым нужен особый подход. Нужна знать основу психологии. Мы подготовили обращение к губернатору для того, чтобы он создал институт общественных воспитателей. Что это такое? Это наиболее прогрессивная часть, прежде всего, молодежи. Не только молодежи, но и людей, которые более старшего возраста, которые умеют работать с подростками, они берут подшефтных к себе подростков, трудных подростков, и с которыми работают, и индивидуально, которые помогают родителям в их воспитании, в их обучении. С ними досуг проводят какой-то, им ориентиры жизненные привыкают. И губернатор нас поддержал в полном смысле этого слова. И дал соответствующую команду министру образования и курирующийся всем вице-премьером. А кто может стать общественным воспитателем? И вот как происходит воздействие на ребенка или общение с ним? Что закладывают? Там все, нормативная база заложена. А кто может быть? Вы можете стать общественным воспитателем. У вас есть горячее сердце, да, у вас есть желание помочь детям, прежде всего, людям помочь. Вы тоже можете стать им общественным воспитателем. Волонтеры очень многие могут стать. Скажите, пожалуйста, а как общество сейчас реагирует, если видят, что в отношении несовершеннолетнего совершается какое-то преступление? Например, соседи. Кто вообще сообщает о таких преступлениях чаще всего? Зависит от того, преступления какое-то. Вот если вы увидели, конечно, что явное насилие в отношении ребенка, то, конечно, сами люди вступаются, сами люди пытаются защитить. Если в семье, то, как правило, многие соседи молчат об этом. Вот моя хата с края, ничего не знаю. Это, к сожалению, тоже бывает. Но сейчас чаще уже люди как-то стали идти с вами на контакт. Мне кажется, раньше вот действительно все боялись лезть в чужие семьи, что-то там. Вот очень хорошая форма общения с населением – это телефон доверия. Ребенок в опасности у нас есть, вот хорошая такая. И нам иногда многие звонки поступают такие, которые пытаются разыграть, ну, занять телефонную линию. Но в основном-то сообщают об этих фактах, и мы эти факты все проверяем. Владимир Анатольевич, а если я приведу пример, где ребенка действительно обижают в семье, вот скажите, пожалуйста, как в таком случае расследуется это дело? Ну, например, там, девочку маленькую лет десяти бьет папа. И вот она в десять лет, к примеру, набирает номер один, два, три. Боится, боится, что папа ее накажет за это. Вот как в таком случае вы действуете? Ну, надо же, прежде всего, зарегистрировать этот факт и провести проверку. А проверка проводится путем опроса соседей, путем опроса всех участников, которые присутствуют здесь. Мы опрашиваем, прежде всего, ребенка этого. Мы привлекаем психолога, законного представителя. Нам важно, ребенок фантазирует, не может ли он оговорить. Для этого нужно не только следователю, а специалисту. Проводится комплекс всех этих мероприятий, если бьет, значит, нужно посмотреть судебно-медицинскому эксперту, было ли какое-то телесное повреждение там, были ли синяки. В общем, там целый комплекс мероприятий, которые позволяют закрепить доказательства, если они есть, или опровергнуть, что это какая-то фантазия, вплоть до проведения психологической препартизы. А как нужно действовать, чтобы за это время ребенка, допустим, не добил его же отец? Ну, тут сразу, если ребенок, действительно, у нас есть подозрение, что ребенок подвергается насилию, то мы этого человека изолируем от общества, места лишения свободы. Или, если в семье неблагополучен, то дети передаются в органы опеки. Как дети вообще реагируют? Все-таки они раскрываются, если вот у них спрашивают об их проблемах? Если ключ найти, они раскрываются, многие замыкаются, они не хотят вспоминать те факты, которые им причиняют боль, страдания. С ними сложно беседовать, надо тут специально находить ключик, надо их как-то успокоить, надо провести тестированную какую-то, отвлечь их, а потом уже с ними разговаривать. Получается, в трудной ситуации те же ваши подшефные воспитанники из специализированных учреждений могут подойти к воспитателям, к учителям и сказать, что мы хотим связаться с представителями управления. У них у всех сотовые телефоны есть. И как? И вы как-то можете их помочь поддержать? Конечно. У них у всех есть сотовые телефоны. У них у всех есть. Они могут в любой момент вам позволить обратиться. В этом году в связи с пандемией массовые мероприятия отменены. И, естественно, я так полагаю, во Всемирный день защиты детей вы бы хотели поздравить своих подшефных. Как вы в этом году это сделаете? Ну, придется уже в другом режиме, наверное, в режиме самоизоляции, в режиме предохранять себя и других от этого заражения. На всякий случай надо все равно соблюдать все эти принципы. Но мы уже подарки купили, уже наш профсоюз выделил деньги. Ну, эти деньги наши мы закупили. Всем по-разному. Вот мы узнаем, там, допустим, ребенка, да, очень большая проблема, нет памперсов. Просто там. Ребенку на минимум в день как три. Ну, побольше даже. Минимум три-четыре памперса. Каждый памперс стоит определенные деньги. У них нет этих памперсов. Поэтому мы им там закупили памперсы. Допустим, в рыбную школу-интернат, там уже совершенно поздоровеют дети, там уже им сладость, им нужны какие-то там игрушки развлекательного характера, уже познавательные. То есть подбираем в зависимости, спрашиваем мнение педагогов, воспитателей, что бы им хотелось получить. И вот мы эти подарки подбираем, дарим. Ну, в этом году точно так же вы их поздравите. Дистанционно. Да. Принесете, оставите. Принесем, не общаясь, там, привет в окно или как. Хорошо. Что бы вы хотели, может быть, сказать рязанцам, всем нам? Может быть, кто-то действительно сейчас находится в трудной жизненной ситуации. Может быть, вы какие-то слова сейчас подберете, чтобы поддержать таких людей? Вы знаете, проблема детей, она одна из самых сложных. Вот я помню слова Валентина Пикуля, не помню какое произведение, да, но вот он там сказал замечательные слова, я их лет 20 назад услышал, я их запомнил. Он сказал, не надо войн, не надо сражений, достаточно потерять молодое поколение, и мы потеряем государство. Вот если мы потеряем молодое поколение, то мы потеряем все. И пятая колонна, которая есть у нас в России, конечно, есть. Это мы видим. И те из рубежа, наши «друзья» в кавычках, они хотят, чтобы мы потеряли это молодое поколение. В День защиты детей я бы хотел сказать, что все органы власти и управления должны просто понимать, что День защиты детей. Нужно защищать их права, защищать их цело от всех посягательств, как от преступных, так и от чванцев, равнодушия, должных лиц, которые с ними работают. Дети – наше будущее. Этим все сказано. Поэтому пусть наше будущее будет прекрасным, здоровым, цельным. И любите детей. Вы тем, что отдаете им свою любовь, вы прежде всего делаете себе будущее. Вы делаете себе залог того, что у вас будет спокойная старость. Спасибо вам большое, Владимир Анатольевич. Я рада, что Следственное управление Следственного комитета России Президентской области так действительно заботится, бережет наших детей. Продолжайте так и дальше. До свидания. До свидания. Всем добра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова